Когда мы обсуждаем фактически то, как будет работать педагог современности или педагог в ближайшем будущем, то мы понимаем, что то, что традиционно считалось деятельностью учителя, сама вот эта, конечно, линия работы, она расширяется. Потому что если раньше классический учитель, все-таки его задача была передать знания, умения, навыки, донести их до каждого ребенка, понятно, что мы опирались на индивидуальный подход, но задача была такая, чтобы ребенок усвоил тот материал, который ему преподает учитель. То когда мы сейчас обсуждаем тенденции современного образования и понимаем, что сама вот эта линия знаниевая и линия формирования умений и навыков, она начинает сдвигаться, потому что для современного человека важно как раз уметь ориентироваться в огромном количестве информации, уметь быстро перестраиваться, уметь самостоятельно выстраивать свою учебную и образовательную программу. То, конечно, это связано и с тем, что сама профессия учителя, вот такая ядерная профессия, она начинает обрастать новыми компетентностями. Причем такими компетентностями, которые, может быть, раньше, собственно, педагогическое сообщество как-то даже и не рефлектировало. Но вот я бы выделила три таких компетентности, которые задают совершенно другие позиции для учителя внутри его профессии. Поэтому он может называться и, наверное, будет продолжать называться учителем, но фактически, кроме его непосредственно учебной работы, он выполняет еще другие, несвойственные ему, может быть, раньше, виды деятельности. Что я имею в виду? Первое – это педагогический дизайн. Мы, конечно, очень много говорили всегда о среде. Ну и читая работы Выгодского, понятно, что к среде была серьезная фокусировка и внимание. Но сейчас возникает специализация педагогической работы или компетентность, которая свернута в профессию учителя – это именно работа с культурой среды. То есть какая образовательная среда нужна для работы с тем или иным учебным материалом. Фактически, эта среда вбирает в себя и разную организацию предметной среды, как стоят столы, стулья, какие кабинеты, архитектура. Это связано и с дизайном, собственно, социально-педагогической среды в целом, насколько открыта школа, насколько открыт урок. Это связано и, я бы сказала так, с семиотическим подходом к среде, то, что разрабатывает Вадим Маркович Розин, которое связано с тем, что сами ребята, как представители среды, тоже на себе несут разные семиотические средства, жесты, то, как они воспринимают информацию. И вот это вот все составляет область педагогического дизайна, которая должна быть специально предуготовлена как то место, в котором потом будет разворачиваться учебный процесс. Вторая линия, которая является и сердцевином тьютерской работы, и сейчас все больше обсуждается как отдельная компетентность современного педагога – это образовательная навигация. Потому что, когда мы задаем принцип вариативности, действительно, мы открываем ресурсы, есть много вариантов, ребенок видит эти разные варианты, то возникает момент, насколько он видит, собственно, бонусы и риски того или иного выбранного варианта. И вот когда мы обсуждаем, например, позицию педагога и ребенка, то в самой свободной педагогике мы все равно понимаем, что позиции педагога и ученика неконгруентны. Ну, хотя бы потому, что педагог имеет больший опыт, на который он может опираться. И вот, соответственно, вот этот тип образовательной навигации, когда, с одной стороны, вы не должны формировать пространство учебного взаимодействия так, чтобы ребенок только слушал и отвечал на ваши вопросы. С другой стороны, мы понимаем эту неконгруентность. Ну, и вот в этом плане вот задать эту линию навигации, когда вы внимательно выслушиваете варианты и выбор ребенка, но в то же время вы можете с ним обсуждать, что, так сказать, привносит тот или иной вариант, это становится очень важным. Кстати, вот сказать про навигацию, что даже сейчас возникает сообщество навигаторов, именно людей, которые специализируются в образовательной навигации взаимодействия с детьми. Третье, то, что бы я выделила, это линия работы с будущим. Вот мы сейчас все больше говорим о культуре работы с будущим, форсайтные технологии, которые изначально все-таки были в работе со взрослыми, в бизнес-среде. Теперь у нас многие европейские страны привносят их как технологии работы со школьниками, студентами. И вот, собственно, вот эта линия того, что ты работаешь не только опираясь на прошлый опыт ребенка, не только разворачиваешь педагогическое действие здесь и теперь в классной комнате, как это делали многие альтернативные педагогические системы, но также умеешь работать с тенденциями будущего, с тем, что ты можешь выстраивать взаимодействие с учеником, где он мог бы видеть место это в своем будущем, уметь проектировать это место, это становится очень важной компетентностью. Таким образом, если мы говорим о разной такой позиционности современного учителя, то я бы выделила как минимум три позиции, которые педагогическому сообществу надо сейчас осваивать, где бы педагог не работал, хоть в детском саду, хоть в школе, хоть в вузе. Он должен владеть технологиями создания педагогического дизайна, он должен уметь владеть разными технологиями навигации, и он должен уметь работать с будущим. Ну и мне кажется, это очень важно, потому что если профессия живая, профессия вечная, как профессия учителя, то кроме ядерной конструкции, чисто вот учебной работы, мне кажется, каждое историческое время будет привносить новые компетентности. И наш 21 век, он тоже этому не исключение, поэтому мне вот хотелось бы, чтобы вот эти компетентности 21 века наши педагоги тоже усваивали и, главное, осваивали, делали их своими. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!